Корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Для этой инфекции характерна стопроцентная восприимчивость. То есть, если человек, ранее не болевший, не привит, будет контактировать с больным, вероятность заболеть чрезвычайно высока. Вот почему так важно строгое соблюдение срока вакцинации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Об этом нам подробнее расскажет врач Наталья Потокова. Корь – это остроинфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой тела до 40 градусов, воспалением слизистой оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-популезной сыпью кожных покровов и общей интоксикацией. Итеологией возбудителем кори является РНК-вирус. Путь передачи инфекции воздушно-капельным путем выделяется во внешнюю среду, больным человеком со слизью во время кашля или чихания. Источник инфекции – больной человек в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода, это последние два дня, до четвертого дня высыпаний. С пятого дня высыпаний больные считаются незаразными. Корью болеют преимущественно дети в возрасте от 2 до 5 лет. Значительно реже болеют взрослые, не переболевшие этим заболеванием в детском возрасте. Новорожденные дети имеют иммунитет, переданный им от матери, если те переболели корью ранее. Этот иммунитет сохраняется первые 3 месяца жизни. После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью человека без сопутствующей патологии иммунной системы сомнительно, хотя такие случаи были описаны. Большинство случаев кори наблюдается в зимний-весенний период. Клиническая картина. Инкубационный период кори длится 8-14 дней. Начало острое. Начинается с подъема температуры до 38-40 градусов. Сухой кашель, насморк, цветобоязнь, чихание, осиплость голоса, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и коревая инантема. Это красные пятна на твердом и мягком небе. На второй день болезни со слизистой щек в области маляров появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой, пятна вобельского филатого коплика. Они являются патогноманичными симптомами для кори. Коревая сцепь экзантема появляется на 4-5 день заболевания. Сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день на туловище. И на третий день высыпания покрывают разгибаченные поверхности рук и ног, а также пальцы. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склонных к слиянию. Этим они отличаются от краснухи, при которой сыпь не сливается. Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпания. Температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется и шелушится. В той же последовательности, что и высыпание. Пигментация сохраняется 1-1,5 недели. Осложнения кори возможны на центральную нервную систему, дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт. Среди них ларингит, круп, это станоз гортани, отит, первичная коревая пневмония, вторичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфоденит, резонтеральный лимфоденит. Довольно редкое позднее осложнение это подострый склерозирующий панэнцефалит. В лабораторных данных в крови, в общем анализе крови, наблюдается лейкопыния, а в случае бактериальных осложнений лейкоцитоз. При коревом энцефалите повышенное содержание лимфоцитов в спинномозговой жидкости. Для выявления специфических противокоревых антител используется метод иммунофлюоресценции. Препаратов для специфического лечения кори не разработано. Есть симптоматическое лечение, которое включает отхаркивающие, муколитики, противовоспалительные аэрозоли для облегчения воспалительных процессов дыхательных путей. Ускоренные мероприятия по иммунизации оказали значительное воздействие на снижение смертности от кори. В соответствии с российским национальным календарем прививок, который утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ, вакцинация против кори проводится комбинированной живой вакциной от кори, краснухи и паратита одновременно в возрасте 12 месяцев, а ревакцинация в 6 лет. В соответствии с тем же приказом, вакцинация против кори и ревакцинация против кори показана всем детям и взрослым от года до 35 лет в том случае, если они не были привиты однократно против кори или не имеют сведения о прививок против кори. В возрастной категории 36-55 лет при тех же условиях вакцинация от кори показана представителям некоторых профессий. С целью создания активного иммунитета проводится плановая вакцина-профилактика живой коревой вакцины в соответствии с календарем прививок, а также детям и взрослым при отсутствии у них противокоревых антител. Комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции включает выявление источника инфекции, контактных, имевших факт безусловного или вероятного общения с больным для установления границ очага. Источник инфекции изолируется на весь заразный период до четвертого дня высыпания. Бывшие с ним в контакте дети и взрослые, работающие с детьми, за исключением лиц ранее болевших корью или привитых серопозитивных с титром противокоревых антител 1 к 5 и выше, подвергаются разобщению с другими детьми на 17 дней при введении иммуноглоблина на 21 день.